Сергей Викторович, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, Министерство иностранных дел уделяет приоритетное внимание на участие во всех мероприятиях, которые связаны с подготовкой к юбилею Великой Победы. Приглашение на торжество направлено главам 68 иностранных государств, а также руководителям ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы и Европейского Союза. Уже по состоянию на вчера свое участие подтвердили лидеры 26 государств, а также ЮНЕСКО и Советы Европы. Для справки, в 2010 году на 65-й годовщине Победы всего было 28 иностранных участников по факту. Среди тех, кто подтвердил свое участие в нынешних мероприятиях, представители Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президенты Индии, ЮАР, Вьетнама, Монголии, руководители Кубы, Корейской Народной Демократической Республики. Разумеется, что касается участия европейских стран, на этом сказываются те действия, которые предпринимают сейчас американцы и агрессивное ядро Евросоюза, о чем Владимир Иванович уже подробно сказал. Но в Европе немало тех, кто понимает значение предстоящих торжеств в Москве, не только для того, чтобы отдать дань памяти тем, кто отстает Европу и мир от нацизма, но и для оздоровления обстановки на нашем континенте сегодня, для недопущения нового раскола Европы. Ожидается участие президента Чехии, главы правительства Словакии, премьер-министра Греции, президента Кипра. Также в разных форумах подтвердили свое участие руководители Боснии и Герцеговины, включая президента Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины, а также руководители Исландии, Македонии, Черногории, Сербии, Норвегии. Повторю, это все в разных форумах, в том числе некоторые устно подтвердили свое участие. Это все еще подлежит уточнению. Особое значение для срыва антироссийской кампании имеет согласие канцлера Германии Ангелы Меркель прибыть в Москву. Конкретные параметры ее участия в этих мероприятиях сейчас уточняются. Но, разумеется, на торжества будут приглашены главы всех дипломатических миссий иностранных государств в Москве. Зарубежные делегации будут присутствовать на параде, в котором планируется участие воинских подразделений из целого ряда стран, о чем Сергей Кожигедович только что сказал. Помимо стран СНГ, большинство из них участие свое подтвердили также в параде. Участие воинскими подразделениями подтвердили Индия, Монголия, Китай. И, скорее всего, окончательное подтверждение придет из Сербии. По окончанию парада зарубежные гости будут участвовать в церемонии коллективного возложения цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду, а затем в торжественном приеме в Большом Кремлевском дворце. Специальная программа предусмотрена для ветеранов из 23 стран ближнего и дальнего зарубежья, о чем Сергей Кожигедович Шойгу только что подробно рассказал. Мы уделяем особое внимание укреплению координации действий с партнерами по СНГ. Готовится неформальная встреча лидеров тех стран СНГ, которые будут участвовать в мероприятиях. И эти мероприятия специальную встречу предлагается провести накануне 9 мая, 8 числа, в формате тех глав государств, которые прибудут в Москву. Учитывая, что нынешний год объявлен в СНГ годом ветеранов Великой Отечественной войны, готовится предложение о том, чтобы главы государств, которые будут участвовать в этих мероприятиях, приняли специальное обращение к ветеранам фронта и труженикам тыла. Это имело бы важное объединяющее значение и для ветеранов, и для нашего взаимодействия с нашими ближайшими соседями, в том числе в наших усилиях по противодействию фальсификации истории. Помимо этого, вместе с главными нашими союзниками по ОДКБ и по СНГ запланированы крупные мероприятия в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, ОБСЕ и Совета Европы, которые приурочены к 70-летию победы. Спасибо за внимание.